всем здорова хочу поговорить о очередном фонаре light примечателен он своим типом зарядки таким образом и максимальной яркостью 1500 люмен и кстати есть минимальный режим один люмен я думаю это очень хорошо 25 дней он светит вот в таком режиме если сравнивать с таким фонарем которым обычный usb вход конечно он уступает потому что этот элемент можно где-то посрать и все и зарядить аккумулятор который здесь кстати родной 8 650 емкостью h3 500 light можно будет тогда позарядить уже отдельной зарядкой кстати здесь он другой стороной традиционно мало того эти еще скажу шоу лайтовские аккумуляторы которые запихиваются в эти заряжаемые фонари они не такие же самые как обычная 8 650 то есть это необычный 850 то есть тебе надо будет прям постараться и найти но тот у которого там плюс что-то как-то по-другому увидеть есть один режим самый яркий он включается кнопкой хвосте остальные режимы вот здесь они переключаются зажатием как в армитеки например видим свет теплый об этом еще дальше чуть поговорим в принципе по управлению все как тут я тебе имею сказать что управление там сложная капец там есть насколько я понял несколько веток вообще этих режимов и когда можно переключаться с одной ветки на другую плюс у тебя есть блокировка так что она тут блымает и короче это жесть какая умная штуковина ну то есть если шо вот этот фонарь может быть ночью сам будет что-то делать еще без твоего ведома потому что он охренеть умный там не знаю можно посадить кодить например значит а вот эти фонари умнее остальных как меня обсуждали естественно умнее так вот если говорить о управлении можно долго копаться просто мы чуть во времени ограничены я так понимаю да есть несколько под режимов несколько веток можно допускать заблокировать вообще фонарь вот ну что важно и удобно есть максималка три минуты то есть для большинства таких задач где нужна дальнобойность три минуты хватит чуть подыму фонарь есть центральное пятно но не с яркими контурами да приятная то есть отвлекать особо не будет где-то в метре сейчас подымаю фонари уже рассеянное пятно интересное тут есть магнит шиш еще сзади можно прицепить будет болтаться где-то на капоте значит по диоду глубоко посажен текстурированный рефлектор фонарь дальнобойный ну давай андрей напоследок поговорим о температуре ну короче учитывая то что времени у нас мало то холодный свет говно да ну как опять таки вообще изначально вот этот наш диалог начался за того что в прошлом дубле уже как полчаса дискутировали на тему шо говно шо не говно и каждый короче остался при своем походу я говорил о том что на многих форумах и видео я сталкивался с мыслю и отзывами людей которые использовали теплые холодные нейтральные света о том что холодный свет он более дальнобойный так скажем то есть да он не передает так отчетливо цвета сами но контуры то есть при равных стартовых условиях при равных диодах сколько по формам по обзорам я не знаю привести сейчас в нашем процессе как доказательства я не могу я не готовился к этому причем достоверность этих доказательств тоже можно оспаривать то есть мы должны сами взять два фонаря взять листики пойти в равные какие-то условия если шо потом теплый мой но опять же как потом тебя выбить признание того что действительно ты увидишь ну это как бы я то вижу я это и сейчас склонен полагать что люди правы а я не знаю тех людей я не знаю что они выдумали я знаю что на форумах куча говно хорошо я знаю что я сталкивался с такой хернёй что холодный свет да он светит далеко но только из-за того что он холодный ты не видишь что именно там ну то есть в принципе кинуть туда свет да но только нашу тебе светить туда если ты не видишь ну не можешь идентифицировать то есть ты согласен что они разные в дальнобойности все таки может вы я не знаю понимаешь для меня показатель успешного освещения чего-то если я понимаю на что я свечу если я понял что я осветил значит это я осветил если просто свет туда идет а я до сих пор не отдупляю шо это о кстати слышишь чо ну это включи максимальный режим а вот теперь прикинь здесь 250 люменов ну почти одинаково а тут 1500 охренеть да сука нельзя подчериться у тебя да вообще чертовы американцы да а вот тут у нас 500 тут у нас и а тут 250 понятно 500 и 250 ну хорошо мы сейчас лучше мы делаем тут мы короче балуемся искажения которые возникают из-за холодного света ну скажем они например мы идем где-то в лесу да и нам нужно подсветить ну какой-то сектор да если мы светим ну там холодным светом мы по сути видим серую стенку если мы светим теплым светом либо нейтральным мы видим все в цветах и все вот эти вот предметы видны там лучше то есть скорость реакции мозга на такое освещение будет выше чем на освещение от холодного цвета так ну я думаю мы все уже сказали об этом фонаре что знали что знали да скажем следующая модель улайта будет разговаривать и сама он довольно таки не дешевый кстати 100 долларов где-то то и больше лапа давать это улайт это у нас 1500 для здания где-то метров 30 а ну под ноги посвяти включи попробуй первый режим это один люмен сейчас вот это его хватает фига что-то слушать не похоже не похоже на я думаю один люмен тут как-то хитро включается но слишком а вот это 250 это потеплее значительно он теплее и как бы я не вижу большой прям разница ну в этого засвета фига на свет ну вот он охренеть широкий вот смотри угол так какой где вот это light а light справа до такое почти один тогда и теперь смотри у тебя разница в цифрах 1500 и 250 и вот этот нагрелся смотри как и вот этот как ну давай это значительно и как вывод ну кто-то короче явно наебывает людей с люменами ладно всем удачи